Солдатские каски, патроны, награды, фотографии и документы. Экспонаты музея парада 7 ноября собрали сами школьники. Олег Тёпл участвовал в нескольких экспедициях. Признаётся, поисковая работа – дело захватывающее. Особенно, когда удаётся найти вещи, которые сохранились в хорошем состоянии. Но основной задачей поисковиков всегда было найти крупицы информации о тех солдатах, которые без вести пропали во время войны. Сохранить память о них важно и спустя десятилетия. Находили кости, черепа, братские могилы. Очень много этого было на полях сражения. Безымянных бойцов их перезахоранивали. В этом году музей подготовит для гостей новый стенд о военном параде в Воронеже. В планах собрать информацию обо всех трёх парадах 41-го года в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Мы, в свою очередь, очень были хорошо воспитаны школой. И мы считаем сейчас школа воспитывает патриотов России на должном уровне и делает правильно. Особое место в музее лицей занимает стенд, посвященный параду 7 ноября. Взглянув на него, каждый может представить масштаб и значение исторического события. Я уверен, что на примере героического прошлого люди Самары, граждане Самары, молодёжь объединяются и едины в своём понимании патриотизма, понимании того, как нужно защищать страну, как её нужно любить. И самое главное, что нужно делать для того, чтобы наша страна становилась более сильной, более сплочённой. В музее парада 7 ноября 41-го года продолжат воссоздавать военную эпоху. В планах расширить экспозицию бытовыми вещами, которыми пользовались куйбышевцы в 40-е годы.